Сегодня в агрогородку Тихинише Рогачевского района прошел первый областный форум сельской молодцы. Его отделниками стали колеса специалистов разных сфер агропромыслового комплекса. От механизаторов и операторов машиногадоения до главных специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий. В работе форума приняли уделы и наши корреспонденты. Форум сельской молодцы в агрогородку Тихинише первый, но явно неопошный. По дружине президента Беларуси теперь у регионах они будут проводиться постоянно, что тлумачится тем значением, якое держава надае селу. Исправа не только в том, что везка – это карани, где заховываются национальные традиции, культура и духовность. Такие форумы закликаны подтримать вязковую молодь и надать новый импульс развитию голены. Это махчимость сустреца и обменяться опытом, обмерковать шляхи дальнейшего развития сферы. Просывать только для того, как просывать, часом навыд со стратами, сегодня такой подход уже не примается. Самое главное, как производить ту продукцию, которая будет востребована уже не только у нас на рынке, а тем более с этими ужесточениями, требованиями, которые мы живем постоянно в Евразийском Союзе. Выход на рынок Евразийского Союза и, конечно, на европейский рынок, на рынок Китая, рынок Востока. Здесь, если просто решить понятием, чтобы произвести и продать, уже не получится. Здесь необходимо, чтобы уже закладывалось в нашей, в первую очередь, молодежи понятие бизнеса, так, как это существует во всем мире. Об необходимости новых подходов до организации работы агропромислового комплекса зараз кажутся на разных узровнях. В реальном секторе экономики самая низкая средняя зарплата в этой галине. Неопошнюю чергу по этой причине, после обовязковой отпрацовки, в Востоке застаётся только каля половы выпускников высших и средних специальных навыщальных установок. Теме замансования кадров на форуме в уголе значная увага. Молодые специалисты добро ведут, чему у господарках возникают кадровые проблемы и как их необходимо выращать. Распределяются вдалеке от домов, не в своих областях. Может, где-то у них такая социальная дезориентация происходит, и им тяжело. Нужно помогать молодым специалистам, чтобы они удержались на своих местах, чтобы остались в тех районах, куда приехали отрабатывать. Да, ещё может быть, что не везде хватает хороших условий труда и жизни. Особенно в отдалённых каких-нибудь местностях. У первого областного форума сельской молоди вельми насыщенная программа. У её и наведывание акционерного товарыства «Тихий Ниши» и ознамление с практикой захования белорусских традиций у год малой родимой. Подчас наведывания эко-музея «Белорусская лялька» узельники форума не только знакомятся с абрадами, а и сами их выконывают. Супразовники музея «Перакананы» сучасная молодь памятая об своих коронях. До сельшан это относится махшима у первую шаргу. Почти одна молодёжь приезжает. Мы проводим обряды, они просят посмотреть, очень интересно, им нравится. Также проводим экскурсии в музей «Белорусской ляльки». Работа первого форума «Сельской молоди» завершается с устрышей её удельников со старшинюй обловыканками Янадзим Соловьём. Его просун шлях от зоотехника до керівника региона. А тому ситуацию в Галине Янадзь Соловей ведает добро. У формате промога-диалогу – размова об дефиците кадров у сельской мясовости и узровний зарплат. В перспективах развития сельских территорий у плане будовництва жилья у тем ляку для молодых специалистов. Цекавить молодь и ставление губернатора до социальных сеток и увогуле сучасных технологий. По сутности, размова об будущем белорусской вёске и задачах, які стоять перед Яеже Харами. Поднять и на наоболе высокий уровень наше сельхозпроизводство, потому что от молодёжи, как я сказал, всё зависит. Да, понятно, сегодня приходят новые формы управления, новые методы управления, новые технологии. И самая главная задача сегодня – жестокая диктатура технологий, которую мы иногда нарушаем и не соблюдаем её. И в итоге мы имеем, конечно, то, что имеем. Сегодня точное земледелие для нас актуально и GPS-управление техникой, потому что это высокотехнологичное средство, которое сегодня позволяет экономии определённое дело. Поэтому мы с вами должны быть генераторами и действовать в этом направлении. Поэтому мы здесь собрались, чтобы слышать те проблемы, которые сегодня вас волнуют. И на что нам необходимо власти обратить внимание. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель» из Рогачёвского района.